всем здравствуйте сегодня на обзоре у нас еще один mercedes c-class w205 опять же и здесь у нас будет качественная аудиосистема без дополнительного сабвуфера и сабвуфера стелс все по заводским местам замены штатного и Субтитры сделал DimaTorzok Да, и по традиции, и этот автомобиль мы покажем, как он, собственно, играет. То есть можно будет его послушать. Мерседесы на ZAPCO мы еще не делали, поэтому будет интересно. Заводской усилитель, конечно же, мы здесь использовать не будем. Мы его отключаем и будем использовать дополнительный усилитель звука. На этот раз мы будем использовать процессорный усилитель от компании ZAPCO. ADSP Z8 6AT, то есть 6 каналов усиленных. И 2 канала дополнительных. Ну, дополнительный канал это либо на еще какую-то пару акустики, либо на сабвуфер. Классные усилки. Очень их не часто можно встретить на установке. Но мы их используем. Считаем каналы 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 6 каналов усиленных. И дополнительно еще у нас вот, OUT. 2 канала OUT. То есть это раз, два, три, четыре входа. И, соответственно, два выхода. Здесь регулировки входного сигнала чувствительности. То есть подключение его, подключение к ноутбуку и так далее. Еще важной вещью является то, что у него в комплекте уже идет DRC-пульт. Прибавить-убавить сабвуфер и так далее. Очень удобно и приятно то, что он в комплекте. Динамики здесь мы будем устанавливать GLADEN в MOSCONI. Трехкомпонентная система. То есть здесь у нас кроссоверы использоваться, конечно же, не будут. Мидбасы. Сабвуферы, так сказать, под сидение. С неомагнитом. С достаточно неплохим ходом, говорят. Мы первый раз его будем вставить. И шелковые ВЧ. Что мы демонтировали? Во-первых, это вот такой вот один мидбас. Стоял в правом, в правом у пассажира в ногах. Один. Соответственно, у нас новый комплект. Там уже будет два динамика и большего размера. Если здесь 16-сантиметровый мидбас, да? Да, он легкий, он неплохо басит. Но у нас будет два 20-сантиметровых и усиленных. Ну и серединка стандартная. Тоже легенькая. На самом деле, неплохо играет. Но, как я говорил, уже ставим намного лучше. Смотри, она здесь пережата, кстати, была. Она здесь была. Смотрите, как на заводе, видимо, собрали. И пенку поджали на диффузор. Он стоял в криве. Это справа? Если справа, он, по-моему, трещал. Возможно, вот так вот поджат был. И когда на большой громкости человек слушал, он немножко потрескивал. Кстати, да, это может быть из-за этого проблема. Все, твиттеры, наверное, Тёма себе забрал, да? И здесь такая же ситуация. Тоже второй и тоже поджат. Но он здесь почти не касается диффузора. То есть, вот так вот аккуратнее надо. Либо это кто-то уже снимал, либо это так на заводе. Но я думаю, это снимали. На Мидбас мы выбрали усилитель Audio System CO100.2. Классный усилитель, неплохой. Особенно цена его неплохая. То есть, 100 ватт он выдает мощности. И Мидбаса мы этим будет достаточно. Начнем с шумо-виброизоляции пола. То есть, полностью салон вынесли. Делаем только вибру. Штатный шумоизоляционный материал на ковре сохраняем. Ничего не добавляем. Только вибра 4 мм. Мы уже вытянули акустические провода. Все в змейке. Кабель Kicks акустический. Силовой кабель SWAT. Тоже в змейке. Все как положено. Здесь у нас идут сила и акустика. Сигнальные кабеля идут по левой стороне. Тоже, естественно, в змейке. Подлокотник убираем в версии пульт. Для настройки аудиопроцессора. Для, вернее, его регулировки. Этот кабель у нас будет в змейке и в гофре. Сейчас поставим аккумулятор. Затянем гофру. И уже будем делать подключение. Так, Мерседес в процессе. И давайте покажем, что и как мы придумали поступить. Разместить оборудование в багажнике. Хотели разместить в этой части усилителя. Но подумали-подумали. Большое пространство. Лучше его сохранить для вещей. И изготовили здесь вот такую вот площадку. На эту площадку будет крепиться усилитель Audio System. Двухканальный CO.2. Дальше будут... Вот мы уже просверлили отверстия. Здесь будут 4 шпильки. И на них будет вторым этажом уже процессорный усилитель запка. Они связаны, естественно, как я уже сказал. И рулится обычный усилитель аналоговый процессором, который встроен. В том числе управление сохраним на этом. Провода вытащили коннекторами. Все усилители будут в эту сторону. Очень удобно, красиво. Все змейки. Мерседес мы завершили. Завтра у нас будет настройка. Настраивать мы его будем достаточно долго. Поэтому поедем на улицу. Целый день у нас уйдет на 2 пресета. То есть сделаем на центр и на водителя. Какая красота здесь получилась. Очень удобно, компактно. Мы расположили 2 усилителя звука. Сверху процессорный. Снизу двухканальный на подседельные динамики. Стоечка двухэтажная. Снизу усилитель и сверху. Кузов нигде не дырявился. Все аккуратно подогнано. Никаких щелей нигде нет. Крепится эта вся конструкция на липучке. То есть в случае продажи и демонтажа автомобиля это все убирается. Никаких дырок, отверстий не остается. И вот это место для всяких принадлежностей сохранилось. Все, пол закрываем. И вот такой вот порядок. Очень классно смотрится. Спереди, соответственно, у нас все установлено. Все в штатные места. Машина почищена. Все приготовлено для завтрашней настройки. DRC-пульт, кстати, мы убрали вот сюда. Вот здесь он у нас будет располагаться. И можно будет удобно переключать треки. Магнитола сверху у нас андроидная часть. Снизу заводская башка. Между собой они взаимодействуют. То есть мы немножко переподключили. Поэтому будет намного удобней. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok